На первом этаже четырёхэтажного дома в Кировском районе загорелся торговый центр. Караулы разделились на две команды. Одни из них проникали в горящее помещение, другие начали обход квартиры и эвакуацию жильцов. Многие покидать свои жилища так и не решились. От дыма спасались, стоя у открытых окон. Сбить пламя удалось за считанные минуты. Тлеющую мебель стали выбрасывать в окна. Да, пожарные туши, просто угли выбрасывают отсюда. Я не знаю, торговое оборудование, видимо. На дымовую завесу сработал датчик охранной сигнализации. Тревожный вызов поступил и на пульт диспетчера ЧОПа, и охраннику магазина. Молодой человек объяснил, что покидал торговый центр последним. Проверил, во всех ли салонах закрытый роль ставни, не остались ли внутри помещения люди. А вот выключать свет, электроприборы, по его словам, обязанность продавцов. У них у каждого в банке свой счетчик. Они их выключают, у них свет выключается, и все это энергия. И розетки у них тоже должны отключаться, поэтому же. В 19.57 он позвонил управляющему торгового центра и отчитался о том, что день прошел без инцидентов. После этого закрыл двери и удалился. Жильцы дома настаивали. Дым затянуло в их квартиры значительно раньше, еще в 7 часов вечера. Но горело значительно раньше. Это я не знаю, как он не почувствовал. К нам дым повалил, повалил, и мы пошли к соседям, к этим. У них тоже задымленная квартира. Мы оделись и вышли на улицу. Но мы позвонили пожарным. Когда дым внутри магазина рассеялся, пожарные смогли оценить площадь возгорания – 20 квадратных метров. Огонь занялся фитоаптеки – отделе, где продавали биологически активные добавки и медицинские препараты природного происхождения. Причина оказалась тривиальна. Уходя, продавцы оставили включенным электрический обогреватель. С места происшествия Константин Ковешников, Ольга Соколова и Павел Рогатин. Такие громоздкие.